Кукольный театр, а именно та его часть, что обычно скрыта от публики, начинается вовсе не с вешалки. Его сердце – маленькая темная комната. Именно здесь зарождается сказка. Манящая таинственность, запах кулис, свет раскаленной рампы – разве можно сравнить это театральное чувство с чем-то другим? Но еще большее волнение охватывает тогда, когда попадаешь в святая святых – закулисье кукольного театра. За обычной деревянной ширмой кроется волшебный мир. Повсюду нас окружают куклы разных возрастов и историй, носители всевозможных жанров и характеров. Среди них маленькая принцесса. Не игрушка, а главная героиня спектакля. Она, во-первых, нестандартная принцесса. Она ведь полюбила солдата. И она видела, что это солдат, а не какой-нибудь принц. И она нашла свое счастье. Вот в этом ее вот… Хоть как ее не прятал король в башне, она все-таки нашла свое счастье. Юбилейный сезон в Театре кукол открывает спектакль «Огниво». Сказку Ганса Христиана Андерсона воплотили на сцене кукольные мастера одноименного Матышинского театра. Специально к началу сезона здесь открылась выставка, посвященная жизни и творчеству великого сказочника. Актеры постарались не просто передать смысл увлекательной истории, но и сохранить атмосферу определенной эпохи. Я, наверное, стою в костюме, которому вполне возможно, что 30 лет. И вот этот колокольчик, которому даются как раз все звонки на этом спектакле, тоже вполне возможно, что ему 30 лет. Театр, наверное, всегда придерживается каких-то вот таких традиционных вещей, которые помогают ему держаться на плаву в истории. На протяжении 30 лет Наталья Железкина исполняет в спектакле «Огниво» главную роль. И не одну. В постановке ей приходится играть сразу четырех персонажей и беседовать с самой собой разными голосами. Ах, папочка, мне сегодня приснилось, что я мчалась ночью на большой собаке, а потом я оказалась в очень бедной комнате, где жил только один молодой солдат. И он меня, а-а-а, и он меня, а-а-а, поцеловал. Спустя несколько десятилетий спектакль совсем не изменился. На сцене оживают не только марионетки, но и мрачный лес, королевский дворец и даже сам автор. Продуманные до мелочей декорации завораживают как взрослых, так и самых маленьких зрителей. Мне больше понравилась вот эта вот старая ведьма. Она так тряслась, что постоянно падалась. Помимо полюбившихся зрителями спектакля, в юбилейном сезоне мудичинцев ждут и новые постановки. 2 октября театр «Кукол огниво» покажет премьеру. Спектакль «Ханума». Алина Савваш, Денис Корнев, Первый Матичинский.